Сжечь, убивать, не жалея никого. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь. И сегодня мы поговорим о том, как синепалый диктатор разразился громом за то, что независимые СМИ, по его мнению, якобы неправильно освещают информацию. В данном случае о падении самолета. Диктатор поручил КГБ разобраться с теми, кто неправильно освещает информацию с падением самолета. В общем-то, накосящили они, а к ответственности пытаются притянуть независимые СМИ за то, что те якобы неправильно освещают информацию. И тут очень интересная ситуация слаживается. Как только в белорусском обществе происходят какие-либо бурления, постоянно происходят какие-то катастрофы. Когда бахнул кризис, взорвалось метро. Когда начинаются в Беларуси выборы, появляются вагнеровцы, появляются джипы с оружием и тротилом. Сейчас, во время зачистки независимых СМИ, упал самолет на жилую зону, и пилоты почему-то не смогли катапультироваться. Первый и второй раз – случайность. Все последующие – закономерность. О крайних пытаются сделать тех, кто освещал данные события. якобы неправильно освещал эти самые события. И заниматься этим будет никто иной, как КГБ. Передайте председателю КГБ, подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев. Доступ в интернет с разрешением начальника. Посещение тех или иных сайтов запрещены. Так на предприятиях в Беларуси начали контролировать телефоны беларусов. К нам попал документ служебного пользования, который готовят к подписанию в одном из филиалов Минэнерго, чтобы контролировать, какие сайты посещают работники. Там создают целую комиссию. Она будет фиксировать все нарушения и решать, как наказывать того, кого поймают сидящим в соцсетях или на запрещенных деструктивных сайтах. А к таковым инструкции относят фактически все, кроме государственных. Я думаю, что в скором будущем они попытаются поставить видеокамеры в доме, в квартире. Для вашей, безусловно, для вашей безопасности. Антиутопия – это не фантастическая выдумка. Это белорусская реальность. Ермошина заявила о том, что в Беларуси в ближайшее время может произойти единый день голосования, где на этом самом голосовании будет представлена и парламентская избирательная кампания, и местная избирательная кампания, и референдум по Конституции. Как заявила сама Ермошина, на каждые выборы в белорусском обществе происходит турбулентность, которая мешает не диктатору, не ей лично, а белорусскому народу. Ну и, естественно, самой Ермошине будет, в общем-то, удобнее написать то, что она считает нужным. А белорусскому народу будет попросту невозможно отследить, каким образом проходил референдум по Конституции, или голосовали за того или иного депутата. Я немного даже удивлен. Я думал, что в свете последних событий, которые происходят в нашей с вами стране, они, в общем-то, и без выборов обойдутся. Ну а что, утром просыпаешься, по БТ говорят, прошел референдум по новой Конституции Республики Беларусь. 150% белорусов проголосовали за новые поправки в Конституцию. Иди, выйди на улицу и скажи, что такого не было. Экстремист? В лучшем случае. Террорист? В худшем. Почему бы и нет? Так же и с депутатами. Назначили депутатов, фотографии из сайтов убрали. Сказали, что у вас есть новые представители, но какие, мы вам не скажем, так как это небезопасно. И все. Но они еще продолжают заморачиваться. Сложно жить чиновником в белорусских реальностях. И внешность менять надо. И работать нельзя. Ну и еще надо выдумывать всякие разные новые законы, которые будут противоречить здравому смыслу. А я вам скажу, нелегкое это дело, кстати. Гомсельмаш судится с китайской компанией, с которой что-то не поделили. Как нам известно, Гомсельмаш уже проиграл несколько судов китайским товарищам. Но он начал новые судебные процессы и на данный момент ищет юридическую компанию, которая будет представлять их в китайском суде. И на это они готовы потратить 880 тысяч белорусских рублей. Только вот забыли они об одном, что совсем недавно всех адвокатов они выгнали из страны. Пытались запугать посадками и арестами. А теперь оказалось, что они нуждаются в юридической поддержке. Это вам, друзья, не белорусские суды, где вы можете, в общем-то, и без адвокатов выступать. С 2022 года пошлина на ввоз электромобилей в Беларусь повысится до 15%. ЕС не намерена продлевать действующий льготный режим ввоза электромобилей на территорию стран Содружества, при котором установлена нулевая ставка пошлины. Значит, на 15% как минимум увеличится контрабанда белорусских сигарет в соседние государства. Я уже перестал говорить о контрабанде, так как новости о ней появляются каждый день. И сегодня не исключение. В этот раз контрабанду пытались провести в колесах автомобиля. Ну и новость белорусских предприятий. Точнее, тех предприятий, которые стоят уже давно на коленях, ну и сейчас готовятся к ликвидации. Нам попала эксклюзивная запись этого самого мероприятия, где обсуждалось то, что действительно происходит на этом самом предприятии. Я вам поставлю небольшой отрывок аудио из 20-минутного разговора. Полную аудиозапись вы найдете по ссылке в описании в нашем телеграм-канале. Спойлер. Во всем виноват белорусский народ. Во всем виноваты белорусские трудяги. Ну а начальство, как обычно, красавцы. Ликвидация подразумевает под собой, что оно будет оценивано в какую-то там сумму, выставлено на дорогие. Соответственно, те, кто покупает, скорее всего, это будет частное какое-то предприятие или часть. Я работаю на складе, да, и вот мы обрабатываем уже, не знаю, 5 тысяч банок, старые этикетки, которые неправильно были наклеены, вернее, штрих-код неправильно был наклеен, да. Мы ее сдираем, отмачиваем в бочку с водой, все, дерем, и потом по-новому наклеим. Это что? Это одно. Это одно. А работа людей, сколько мы в этом заняты, вы понимаете? Хоть раз попробуйте отодрать этикетку наклеенную с клеем от банки, хоть раз попробуйте, и вы тогда поймете какой-то ручной труд, как болят потом руки, и за что мы это все делаем. Отвечу вам. Естественно, это удорожает, потому что это вторая работа. Кто за это отвечает? Дайте это, не перебивайте. Вот у нас, допустим, работает винный цех, да? С какого года там оборудование стоит. Хотя бы сделать одну линию, такую вот прямую, чтобы там все шло хорошо, чтобы там не прыгали эти бутылки, чтобы акцизная марка клеилась на марку, чтобы этикетки клеились. Я вам про то говорю. В общем, хотя бы одну линию показательную, отчим. У нас одна линия работает. В Минске задержали двух бывших милиционеров, которые ранее уволились из-за несогласия с ситуацией в стране после выборов. В общем, если ты был бывшим силовиком и уволился после выборов, вам нужно быть очень внимательными и аккуратными, так как этот режим в управлении Синепалова диктатором никого не простит. этот режим понимает только силу. Силу белорусского народа. И они будут пытаться уничтожать инакомыслие. Они будут пытаться запугивать вот такими вот посадками белорусский народ. чтобы люди даже не думали поднимать голову, даже не думали поднять глаза к небу. Только в пол и в землю, на предприятии. Работать по 24 часа. И не дай бог ты будешь читать независимые СМИ. Мы тоже закон создадим, по которому тебя накажут. Сначала без закона, а потом создадим закон и по закону. Они могут придумать любой закон. Они могут сегодня придумать закон, что если у тебя рыжие волосы, значит, ты должен сидеть в тюрьме. Вопрос только будут ли рыжие люди перекрашивать свои волосы? Или все же белорусский народ скажет стоп? Что вы думаете? Напишите свое мнение в комментариях. Нао совместно с Павлом Латушка призвали людей одеваться в белое. Так сказать, обозначить свое присутствие. обозначить свое большинство. Мы начинаем бессрочную акцию «Цвет против тьмы». Каждый, кто готов присоединиться к акции «Цвет против тьмы» прямо сейчас может изменить свой аватар на белый или сделать белые посты в своих соцсетях. Запомним наш хэштег для соцсетей «Цвет против тьмы». Ссылку на само видео я оставлю в описании. Помните про политических заключенных и родных политических заключенных? Распространяйте информацию, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните, вместе мы огромная сила. Вместе мы обязательно победим этот диктаторский режим. Вы были на канале Реальная Беларусь и это были Реальные Новости. Пока!